Гуманитарный груз от Всероссийской политической партии «Единая Россия» прибыл сегодня, 16 июня, в Луганскую Народную Республику. По запросу депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики были доставлены предметы первой необходимости, продукты питания, канцелярские принадлежности и даже стиральная машина, в которых остро нуждались подопечные Алчевской духовной лечебницы при Православном учебно-просветительском центре имени преподобного Нестора Летописца. В наш центр гуманитарной помощи «Единой России» поступило предложение от моих коллег, депутатов Народного Собрания Луганской Народной Республики, посетить в городе Алчевске уникальное, в полном смысле уникальное заведение, где дети проходят реабилитацию. Дети, которые получили травмы во время боевых столкновений, дети, которые были под обстрелами, дети с ДСП, с различными психологическими заболеваниями. И благодаря той команде, которая здесь работает, педагогам, психологам, реабилитологам, уникальные результаты восстановления детей. Здесь оборудование, которое позволяет детям вернуться в нормальную жизнь. 240 детей в течение недели приходят сюда на полный день. Они здесь занимаются, они здесь уникают и погружаются в духовную жизнь. И сам центр называется «Духовная лечебница». Именно врачи и священнослужители работают над детьми. Цель приезда нашей группы «Единой России» – оказать им гуманитарную помощь в продуктах питания. Оказывается, дети здесь из тех семей, у которых с этим проблема. И они здесь постоянно питаются и завтраки, и обеды, и ужины. И остро нуждаются в продовольственной группе. Поэтому сегодня мы привезли все, что им необходимо для того, чтобы дети нормально питались. И побывав здесь, мы принимаем решение о том, что «Единая Россия» Луганской Народной Республики будет шествовать над этим духовным центром. Потому что сюда будут привозить детей не только с тех территорий, которые уже освобождены, но и с территорий Северодонецка, Лисичанска, Донецка. Здесь дети из Крыма приезжают, из России. И потому что методики, которые здесь применяются, они действительно стоят огромного внимания. И такие центры необходимо открывать не только в Волчевске, не только на территории Луганской Народной Республики, но и в Донецкой Народной Республике, в Запорожье, в Херсон, Николаев. В общем, на тех территориях, где дети подвергались насилию, где дети были под обстрелами, где дети испытывали постоянно в течение этих периодов огромный стресс. И вот такие лечебницы, духовные лечебницы, они...